Девушки отдыхают Нет, лекарства Комплексы упражнений рождались и умирали Одни жили века и живут поныне Другие служили моде Но всему самый суровый судья Время В древнейшей системе оздоровительных упражнений Хатха-йоги Четыре тысячи лет Авторы ее Индийские йоги Кто они? Индийские йоги С этим вопросом мы обратились к индологу Доктору философских наук Профессору Василь Васильевичу Бродову Послушайте, что он сказал Индийская йога Это не только оздоровительная гимнастика Йога И философия И этика И оздоровительная гимнастика Для тела, психики, ума На первых двух ступеньках Этой системы Предусматривается Дисциплина нравственности Йоги считают Прежде чем заниматься оздоровительной гимнастикой Нужно стать честным, правдивым Доброжелательным То есть быть глубоко нравственным человеком Это очень важно Йоги даже говорят, что Совершающий Подлые поступки Обычно заболевает Главного оборудования Желудком заболевает Ноющий Зудящий Вечно недовольный Обычно печеночник Одним словом Нравственность Находится в теснейшей связи Со здоровьем человека Далее идут Третья и четвертая ступени Объединяются Общим названием Хатха-йога То есть Система физических И дыхательных упражнений Затем идут Пятая Шестая Седьмая И восьмая Ступени Это упражнение Для психики И ума Используя Почти Четырехтысячелетний Опыт Индийского народа Йоги Сегодня Как сказал Джавахарал Неру Проповедуют Методы Дисциплинирования Тело И разума Профессор Советовал Познакомьтесь Практической стороной Учения Не тратьте время На чуждые нам Мистические суждения На философию йогов Затем мы смотрели Киноматериалы Йог Отдыхающий На гвоздях Читали Читали И о йогах Жующих Стаканы Слыхали даже О йогах Пьющих Дымящуюся Соляную Кислоту Йоги В Софийском цирке Проверяя реквизит Зрители убедились Все без подделки Зрители убедились 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 Эти йоги, артисты цирка, нарушили две первые ступени древнего учения о нравственности, сказал профессор Бродов. Они используют упражнения не для укрепления здоровья, а для аттракционов. Настоящие йоги никогда не стремятся удивить окружающих с корыстной целью. И вот, наконец, мы отправились в Индию, знакомиться с настоящими йогами. Небольшой город Пандишери. Официальная статистика утверждает, здесь каждый двадцатый житель йог. Мы присматривались к прохожим. Кто из них йог? Поклонники древнейшего учения о здоровье тела и духа оказались людьми вполне современными. В общине Аурабинда мы ожидали встречи с экзотикой, а окунулись в атмосферу детской спортивной школы. Это юные йоги, ученики школы-интернат. Под руководством опытных тренеров здесь занимаются спортом круглый год. Перед юношами и девушками поставлена цель сделать тело сильным и ловким. Для этого, как мы убедились, йоги используют не только упражнения, рекомендованные древним учением. Нам советовали, будете в Чингигархе, обязательно посетите государственный тренировочный центр йогов. Мы побывали в центре. Сюда, после медицинского осмотра, может прийти любой желающий. Свои упражнения третьей ступени йоги назвали асаны, что в переводе означает «позы». Асаны нагрузочные обязательно чередуют с асанами расслабления. Внешне эти упражнения выглядят очень просто. Но, говорят йоги, научиться полностью расслабляться можно только с помощью наставника. Кстати, они вообще не рекомендуют заниматься асанами без наставника. Йоги требуют. В момент занятий ничто не должно отвлекать вас. Мысли, внимание, волю, концентрируйте на одном, на сути упражнения, на том, что оно может и должно дать организму. Поэтому все занятия йоги начинают с асан самососредоточения. В эти мгновения вы должны забыть все. Посторонние мысли не должны отвлекать вас на протяжении всего занятий. Древнее учение гласит, можно изучать асаны в любом возрасте, но лучше постигать их с детства. В нынешней Индии хатха-йога принята как система физического воспитания, в армии, полиции, в высшей и средней школах. Мы не знаем, как изучают йогу в армии и полиции, но что ей увлекаются учащиеся, убедились. Более сложное упражнение нам продемонстрировала студентка музыкального колледжа Суша Макауль. Уже четвертый год, два раза в неделю девушка приходит в центр. Дома этим упражнением она ежедневно уделяет 20-30 минут. Руководитель центра сказал нам, мы не помним случая, чтобы асаны, кому-либо из занимающихся у нас, принесли вред. В бассейне неожиданно для себя мы вновь столкнулись с йогами. Ребята учились плавать. Рядом отдыхал 62-летний врач Ротар. В Индии можно встретить йогов с самых различных профессий и возрастов. К берегам Ганга мы отправились, чтобы посетить известную йоговскую общину. Здесь у отробов Гималаев примостился древний город паломников Ришикеш. Полвека тому назад врача Вананда показалось очень обыденным. Утро они начинают, как и мы, с гимнастики. Естественно, с гимнастики йогов. Легенды утверждают, Шива, основоположник учения, знал 33 миллиона асан. Сегодня рекомендуют только 84. Обычно же дело ограничивается комплексом из 10-15 асан. Асаны подбирают индивидуально в зависимости от состояния здоровья. И вот, наконец, мы увидели, как йоги принимают королеву ПОС Ширшасану. А днем они работают в конторе, клинике, типографии, ашрама. Мы читали в Бомбее с помощью упражнений йоги даже лечат. Честно говоря, к подобным утверждениям мы относились скептически. В Бомбее нам дали адрес лечебного центра и рассказали немало историй об исцелении. И вот набережная Марина Драйв. Среди фешенебельных отелей разместился центр здоровья йогов, основанный известным врачом Кайвальянанда. За умеренную плату здесь может лечиться любой желающий. Врач совместно с тренером назначают комплексы упражнений. Как утверждают йоги, желудочные заболевания, бронхит, астму и добрый десяток других функциональных расстройств отлично вылечивают асаны. Так ли это? Мы не проверяли, но на недостаток пациентов здесь не жалуются. Но как лечат этими необычными упражнениями? Вот что сказали нам в отделе научных исследований йоги в Ланавле. Сегодня мы не можем ответить на все вопросы. Хатха-йога вобрала в себя опыт сотен поколений внимательнейших наблюдателей. Тщательно изучая это наследие с помощью современных методов исследования, мы пытаемся понять, почему йоги рекомендуют те или иные упражнения при тех или иных нарушениях. Мы пытаемся выяснить, что происходит с человеком в процессе занятий. Как показали исследования, асаны ритмично изменяют давление во внутренних полостях. Благодаря этому удается регулировать кровиток к тем или иным органам. И вообще большинство асан прежде всего предназначено для воздействия на внутренние органы. Об этом нам говорили и в Болгарии. В научно-исследовательском центре сугистологии мы проявляем настойчивый интерес к проблеме йогов. Даже в Индии нами проведено несколько экспериментов. Предварительные исследования поражают. Выяснилось, что ряд упражнений оказывает сильное воздействие и на сердечно-сосудистую систему, и на общий биотонус, и на активность мозга, и даже на настроение человека. Это говорит доктор Георгий Лозанов, руководитель центра сугистологии в Софии. Наше отношение к йогизму научно-экспериментальное. Правда, у нас в Болгарии практикуют упражнения йога, но только под контролем методистов. Широким массам мы пока их не рекомендуем. Мы считаем, что к древнему наследию неприменительно отношение принятия или отрицания. Нужен экспериментальный подход. В Москве мы слушали лекцию индолога из МГУ. Четыре года он преподавал русский язык в Индии и успел за это время получить диплом йога в высшей квалификации. Анатолий Николаевич Зубков начал лекцию так. Не знаю почему, но многие люди думают. Встал человек на голову, и он йог. Йоги учили меня. Начинайте со стакана нагретой воды. Выпейте ее натощак, не торопясь, сидя на стуле и мелкими глотками. А затем выполняйте сарпасну, позу змеи. Слово сарп означает змея, асана, поза. Я решил попробовать, и это простое упражнение позволило мне в короткий срок избавиться от сутулости, улучшить осанку. Это упражнение, как утверждают йоги, улучшает работу желудка, исправляет искривление позвоночника и помогает при многих других болезнях. При этом необходимо, как говорят йоги, сосредоточить внимание на тех органах, которые заняты в данном упражнении. Йоги обещали исправить мне осанку за 10-12 дней. И надо вам откровенно признаться, что свое обещание они выполнили. А сейчас мы вам покажем более сложное упражнение. Мы продемонстрируем вам позу кролика с асангасану. Предлагаемая вам поза увеличивает гибкость позвоночника, способствует пищеварению, улучшает работу внутренних органов. А вот упражнение, которое можно рекомендовать всем, кто начинает полнеть и мужчинам, и женщинам. Надо сказать, что это очень и очень полезное упражнение. Упражнение, которое вы видите сейчас, помогает избежать очень неприятных ощущений, которые возникают у людей во время качки. Мертвая поза, поза полного отдыха. Ее выполняют, почувствовав усталость. Необходимо полностью расслабиться. Немного воображения, и вы, птица, парящая в голубом небе. Наш показ асан, третьей ступени учения, мы заканчиваем на этом. Четвертая ступень это пранояма, система дыхательных упражнений. Вот как комментирует этот раздел учения лауреат Ленинской премии, член-корреспондент Академии наук Украины, профессор Алексей Исидорович Коломиченко. Все мы убеждены, что умение дышать даровано нам природой. Это величайшее заблуждение. Подавляющее большинство людей не умеет правильно дышать, а тем более не умеет соблюдать гигиену верхних дыхательных путей. Меня врача-ринолога восхищает тот, что йоги придают такое большое значение гигиене носа и носоглотки. Они используют промывание морской и подсоленной водой. Йоги правы. Полоскания полезны всем. Что касается способа, это дело вкуса. Как известно, йоги высокой квалификации применяют и более сложные способы ухода за носом и носоглоткой. Но нам с вами их не следует применять без контроля врача. Что касается дыхательных упражнений, то и тут трудно не согласиться с тем, что предлагают йоги. Глубокое ритмичное замедленное дыхание позволяет достичь полной вентиляции легких, способствует регуляции кровообращения, а это в свою очередь увеличивает сопротивляемость организма, оказывает благотворное действие на нервно-эндокринную систему и на ряд важных внутренних органов. Не вызывает сомнения требования йогов дышать только носом. Это единственно правильный способ дыхания. И тут йоги правы. Что же касается специфических упражнений раздельно носового дыхания, то они требуют изучения и проверки. Кандидат биологических наук Константин Теренч Соколов поставил такой эксперимент в Киевском институте медицинских проблем физической культуры. По нашей просьбе сюда пригласили индийского йога Дамодара Редди. Вот вывод. Дыхание йога редкое и экономичное. В процессе такого дыхания усваивается максимальное количество кислорода. Улучшается кислородный обмен в легких. Организм приобретает способность сопротивляться недостатку кислорода. А что дыхательные упражнения йогов оказывают и лечебное действие мы узнали в Литве побывав в парке лечебной физкультуры курорта Друскиненкой. В детстве все дышат правильно а с возрастом теряют это умение говорил нам врач Королес Динейко. Малоподвижный образ жизни профессиональная потребность в частых разговорах стали причиной поверхностного дыхания. В наиболее важных глубоких участках легких застаивается отработанный воздух. Динейко используя упражнения йогов учат гармонично полному дыханию. Воздух сначала заполняет нижние затем средние и верхние доли легких. Такое дыхание активизирует организм зачастую излечивает бронхиальную астму легочные болезни гипертонию. Накопленный опыт показывает дыхательная гимнастика в сочетании с водными процедурами полезна всем. В пользу гимнастики йогов свидетельствует и многолетний эксперимент поставленный в болгарском центре геронтологии. Послушайте мнение руководителя эксперимента члена корреспондента Академии наук республики профессора Даргамира Матеева. Мы от некоторых годин на самом извершем наблюдение вверху хора какое-то упражнение мы уже несколько лет наблюдаем за людьми которым предложили заниматься по системе хатха-йога исследуемые с большим желанием и даже любовью выполняют заданные упражнения они научились владеть дыханием в любых условиях мы зафиксировали изменения и в деятельности сердечно-сосудистой системы увеличилась сократительная способность сердца улучшилось кровообращение и естественно общее состояние здоровья особенно хорошее воздействие упражнения оказывают на суставы позвоночный столб которые вновь становятся подвижными и гибкими люди преклонного возраста становятся более жизнеспособными бодрыми и оптимистичными тренируя наших пациентов мы стремимся чтобы они похудели йоги считают что полнота противопоказана физическому совершенствованию организма и они правы так как доказано полнота вредит здоровью профессор матьеев коснулся еще одной стороны древнего учения вопросы режима питания йоги не выделяют в отдельную ступень но советуют постигая хатха йогу придерживайтесь определенных норм питания в москве мы встретились с ученым доктором медицинских наук который не один год с чисто экспериментальной целью на самом себе испытывал режим питания рекомендованный йогами на основании своего опыта могу с уверенностью сказать йоги вполне справедливо настаивают на умеренности в питании правы они в том что мы должны отдавать предпочтение овощам и фруктам от себя могу добавить и молочным продуктам а после 40-50 лет как подтверждает личный опыт и практика клинициста можно сказать чем меньше мяса тем дольше жизнь иногда полезно особенно при недомогании несколько дней полностью воздержаться от приема пищи в этот период организм интенсивно освобождается от вредных шлаков и токсинов все это нам рассказал профессор Юрий Сергеевич Николаев клинику которую он руководит москвичи называют клиникой лечебного голодания в день нашего приезда профессор вел прием необычных больных перед ним сидела семья отец и два сына отец здоровый человек младший сын весил 174 старший 211 килограммов в первые недели лечения не хватало шкалы стандартных медицинских весов больных взвешивали на спаренных весах а спустя три месяца врачи уже не решали инженерных проблем братья успели пройти пять циклов голодания самочувствие их значительно улучшилось к девятому циклу младший брат потерял 72 а старший 88 килограммов мы присутствовали и при профилактическом осмотре бывшего пациента клиники больной весил 170 килограммов после лечения 97 он потерял 73 килограмма к нему вернулась трудоспособность и интерес к жизни поборниками метода лечебного голодания в древней Индии были йоги в Египте и Греции врачи и философы исследования последних лет показали дозированное голодание позволяет лечить не только ожирение расстройство нервной системы желудочные но и некоторые аллергические и сердечно-сосудистые заболевания гипертония стенокардия бессонница вот недуги этой пациентки так она выглядела курс лечения в клинике прост и наша знакомая на первом этапе не принимала никакой пищи как все она пила воду изредка боржоми пили отвар шиповника как и все она могла оставаться в палате или находиться на свободном режиме могла отдыхать или заниматься трудотерапией и конечно как и все ежедневно совершала длительные прогулки но вот закончен цикл голодания этап восстановительного питания длится столько же сколько и голодание вегетарианский рацион который рекомендуют йоги увеличивают изо дня в день она голодала 25 дней упало кровяное давление нормализовала сработа сердца исчезла бессонница вспомните как она выглядела раньше дозированное голодание приводит глубочайшие перестройки организма исследования показали оно мобилизует защитные реакции дарованной нам природой у этого человека была язва желудка его лечили голоданием сейчас он абсолютно здоров индийский профессор кумар считает древние рекомендации йогов обогащенные советской наукой будут широко применены в медицинской практике новой индии в прошлом веке поставили такой опыт йога хариду зашивают в полотняный мешок кладут в ящик охраняют денно и нощно через 40 дней ящик вскрывают пока английский врач трудом прощупывает пульс ученики возвращают хариде сознание он открывает глаза этот опыт описан в научных изданиях в киноархиве мы нашли кадры 30-х годов когда в Америке и Европе йоговские самозахоронения были модой предприимчивые подражатели йогов ставили рекорды 10 20 30 дней в гробу что это умение использовать скрытые возможности организма погоня за сенсацией разобраться нам помог один из руководителей научно-исследовательского отдела йоги в Ланавле доктор Карамбелькар одним из так называемых чудес является самопогребение люди совершавшие их считались великими йогами большими учителями йога мы привели несколько опытов с йогами которые выступали с подобного рода представлениями из многих экспериментов с йогами и не йогами стало ясно что в яме таких размеров достаточно воздуха для поддержания жизни в течение 18 часов вы можете спросить а как же йоги могут находиться под землей по 8 дней при подобных самопогребениях хотя яму покрывают железными плитами и даже цементируют воздух в нее проникает сквозь пору почвы в лаборатории мы используем совершенно герметическую яму наши результаты показали снижение потребности организма в кислороде является нормальной физиологической реакцией на внешние условия она находится в зависимости от степени обучения йога умения владения своим дыханием и психикой йоги психологической подготовки придают огромное значение и так мы пришли к выводу здесь нет ничего сверхъестественного ничего сверхъестественного нет и на пятой восьмой ступенях учения эти люди не молятся они внушают себе состояние покоя состояние отдыха упражнения йогов для психики и ума позаимствованы из опыта древней народной медицины йоги говорят с помощью самовнушения можно снять умственную усталость нервное напряжение избежать отрицательных эмоциональных взрывов вредно действующих на внутренние органы йоги считают в наш напряженный век психологическая тренировка очень важна подтверждение этому мы нашли в работах всесоюзного научно-исследовательского института физической культуры кандидат медицинских наук Леонид Давыдович Гиссон обучает спортсменов самовнушение восемь девушек должны сесть в одну лодку и у каждой могут сдать нервы современные методы самовнушения в которых использованы рекомендации йогов помогают спортсменам восьмерка Жальгериса выступает без психологических срывов а этот эксперимент на самовнушение по нашей просьбе был поставлен в институте кибернетики академии наук украины руководил ему кандидат технических наук юрий гурьевич антамонов внешние раздражители мешают инженеру сосредоточиться самовнушение помогает ему и в таких условиях сконцентрировать внимание мысль йоговские упражнения дают возможность более полно использовать умственную энергию мозга за счет скрытых резервов нашего организма так считает руководитель отдела института антамонов что методы самовнушения широко используют и для лечебных целей мы узнали в кисловодском санатории крепости спустя месяц разучив команды самовнушения больные научатся управлять своим настроением снимать головные боли прогонять бессонницу внимание принять удобное положение для занятий аутогенной тренировкой дышать дышать глубокий вдох дышать ровно спокойно закрыть глаза все мышцы все мышцы расслабить я совершенно спокоен меня ничто не тревожит я чувствую приятную тяжесть в руке руку рука тяжелая я чувствую приятное тепло в руке кровеносные сосуды расширились и горячая кровь согрела руку рука горячая прибор показывает в состоянии самовнушения температура кожи повышается на несколько градусов метод самовнушения позволяет организму приспособиться к холоду это опять сенсационная американская хроника этот человек заставил себя поверить что и в ледяном гробу будет тепло кроме سم отец под дом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самовнушение дает возможность человеку не только побеждать страх перед огнем, но и избежать ожогов. Вы видите кадры, взятые нами из болгарского фильма «Нестенари». Так же, как йоги, болгарские огнеходцы используют глубокую стадию самовнушения. Но если для «Нестенариев» это ритуал, то для йогов одно из упражнений, помогающих лучше овладеть своим организмом. Английский физик Прайс изучал это явление. Он пригласил в Лондон йогу очень высокой квалификации и пришел к выводу «Ничего сверхъестественного в этом нет». Эта девушка тренировалась всего месяц. Несколько команд, произнесенных про себя, и тело абсолютно послушно. Даже опытному гипнотизеру зачастую не удается привести человека в подобное состояние, именуемое восковой гибкостью. По-иному при самовнушении, не теряя контроля над собой, человек в любой миг может самостоятельно прекратить опыт. Глядя на девушку, мы опять вспомнили о йогах. О их стремлении достичь полного контроля над своим организмом. В опыте, который вы видели, как и в последующих, участвуют студенты Алматинского медицинского института. Обучал их по методу активного самовнушения доктор медицинских наук Александр Семенович Ромен. Он использовал рекомендации высших ступеней учения йогов. Никаких особых физических данных у девушки нет. Она владела методами самовнушения в течение двух недель, занимаясь по 10-15 минут ежедневно. Каталептический мост под гипнозом вы могли видеть и в цирке. Это не гипноз. Девушка внушила себе такое состояние, полностью контролируя тело и волю. Затем мы попросили продемонстрировать обезболивание. Затем мы попросили продемонстрировать обезболивание. Она внушает себе. Рука ничего не чувствует. Не чувствует, не чувствует. Несколько мгновений и вот результат. Исчезли болевые ощущения. Нет кровотечения. А этот студент с помощью самовнушения всего за несколько дней выучил сложные упражнения йогов науле. Он научился снимать болевые ощущения и с напряженных мышц. Доктор медицинских наук Румен убежден, что самовнушение помогает шире использовать резервные возможности человеческого организма. Мы познакомились с индийскими йогами. Узнали, что они самые обыкновенные люди. Рабочие и ремесленники, врачи и студенты, ученые и крестьяне. Мы прошли, почти не останавливаясь, по восьми ступеням древнего учения, о котором известный врач и индолог, академик Туркменской академии наук Смирнов писал. В технику йоги индийский народ вложил свою вековую мудрость, иногда приводящую в изумление глубиной познания физиологических и психологических законов. Но именно поэтому к практическим моментам надо относиться с большой осторожностью, так как неправильно выполненное упражнение может пойти не на пользу, а во вред. Мы думаем, что проверенное на протяжении тысячелетий умение йогов контролировать свой разум и тело будет тщательно изучено и все ценное использовано в системе гармоничного воспитания человека. Нам осталось только представить, это Йокамбу из Пандишери, ему 60 лет, он выполняет свою обычную утреннюю гимнастику. Продолжение следует...